Недавно актриса отправилась на отдых в Болгарию. Перелет и смена климата негативно сказались на здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной. После резкого ухудшения самочувствия звезду доставили в одну из местных клиник. Сейчас, по словам близких, здоровью 80-летней артистки ничего не угрожает. Утром позвонила лечащему врачу мамы, Владимиру Александровичу. Он считает, что у нее не сердечный приступ, а нарушение мозгового кровообращения. В июне мама уже наблюдалась в клинике с подобной проблемой. Тогда мы хорошо поправили здоровье, за что огромное спасибо Владимиру Александровичу. Извините, фамилию доктора назвать не могу поэтическим соображениям. Поделилась младшая дочь актрисы Ольга Шукшина, которая настояла на госпитализации мамы. Лидия Николаевна пока очень слаба, ей запрещено много передвигаться. Сейчас она находится в личных апартаментах и с нетерпением ждет, когда ее заберут в Москву, где ей предстоит основная терапия. Хотела лететь 22 августа, но мама в это время уже будет здесь. Сестра Маша подключила свою подругу. Некую Анну и та срочно вылетела в Болгарию, чтобы привезти Лидию Николаевну домой. Прямо с трапа самолета мы повезем ее в клинику, как велел доктор. Хорошо бы еще Мария вышла со мной на связь, в такие моменты надо держаться вместе. Маме будет приятно, отметила Ольга. Напомним, недавно Шукшина-младшая выражала недовольство союзом матери и скандального продюсера Барри Алибасова, который, по ее мнению, использует артистку в корыстных целях. Не знаю, зачем был нужен этот брак. Недавно мама мне призналась, что совместного быта у них нет, секса тоже. Это признание меня расстроило. Напрашивается вопрос, к чему тогда все эти шоу со свадьбами-женитьбами? Стоит мне отлучиться из квартиры, как Барри проводит какие-то фотосессии. Нет-нет, в сети да и всплывут фото, на которых он сидит на маминой кровати с голым торсом. Все это не только задевает репутацию нашей матери, но и оскорбляет имя отца, который всегда ассоциировался с нравственностью и чистотой, возмущалась она. Барри Каримович не оставил без внимания критику пачерицы. Это слова девочки, которая всю жизнь прожила в Египте, работая посудомойкой, и лишь недавно приехала на родину. Ни с того ни с сего появляется эта публикация, которая не имеет никакого отношения ко мне. Оказывается, я еще и претендую на авторские права на произведения Шукшина. Только больной человек может такое придумать, парировал он.